Инвестируй в игровую индустрию будущего! Пожалуй, лучший ICO 2018 года MonsterBeat. Блокчейн-игра нового поколения. Всего 6 миллионов токенов. Успей купить на monsterbeat.org Здравствуйте, ребята! Сегодня с вами поговорим о хард-драйвах майнинге. Ну, во-первых, мы их не будем на них майнить и так далее. Я просто сравню сегодня HDD с SSD для майнинга. Его плюсы, минусы и так далее. Я себе приобрел недавно SSD-шку и вот решил сделать видео, что и как, чем она отличается от HDD и насколько. Ну, возьмем, во-первых, это размер и вес этой всей конструкции. SSD-шка, она очень легкая и по сравнению с полным хард-драйвом, с большим нормальным. Если брать ноутбуч, ноутбуковский хард-драйв, да, то тогда там почти что по размерам они одинаковые. Единственное, что тот чуть-чуть потяжелее, это SSD очень легкая. Ну, это тоже ясно всем. Так что, если вы хотите, чтобы ваша ферма чуть-чуть меньше весила, то можно брать уже сразу же SSD. Это плюс к SSD-шке. Что касается загрузки, да, вот я на обоих, на одной и той же ферме, да, поставил там HDD, который у меня стоял и поставил эту SSD-шку. Что у меня вышло, то что по загрузке, например, на HDD он загрузился за 60 секунд, понадобилось хард-драйву, чтобы загрузиться и уже, ну, просто загрузиться в Windows, да. Там я уже не говорю о начале работы и так далее. Что касается SSD, ему потребовалось всего лишь 36 секунд для этого. Это, конечно, в два раза быстрее почти что и тоже очень хорошо, да. Что касается, например, потребления электроэнергии, да. Это тоже такой вопрос, который всех интересует. И что вот у меня вышло. Вот это моя ферма, да, там полностью потребляла на сток. Я все выставил, фаны я поставил все на 100%. Специально я это сделал, чтобы не было бы такого, чтобы там фаны, когда двигаются туда-сюда, чтобы была фиксированная цель, да, сколько тратится, да, у нас. И вышло на что? 669 ватт у меня вышло на HDD, если будет простой стоять у нас. И 652 ватта вышло, если будет стоять только вот эта моя SSD, да, на 250 гигабайт. При этом разница у нас вышла такая нормальная 17 ватт. И если эти 17 ватт пересчитать на целый год, то у нас получится, что мы будем иметь с этого всего прибыль на 14 долларов меньше мы потратим на электроэнергию, если мы будем пользоваться SSD в майнинге. Это тоже, заметьте, очень хорошая вещь. Ладно, поехали дальше. Цена. HDD, если взять, например, ну, старенький HDD, у кого-то поношенный взять, то цена будет варьировать, если взять 160 гигабайтный, да, то цена будет варьировать от, например, 10 до 15 баксов. Вот что-то в этом роде можно будет его взять. Ну, скажем, 15 долларов взяли нормальный харддрайк. Что касается SSD-шки, на 120 гигабайт нам понадобится тут где-то 26-27 долларов заплатить за нее, да, и разница у нас выходит вот как раз 12 долларов. А за год, да, она на 14 долларов профитнее. Так что мы, если считать так, на целый год берем, да, то 2 доллара, может быть, и больше у нас даже будет профит, да, от этого всего, да, мы меньше потратим на электроэнергию. Так что я скажу, что разумно брать, например, SSD, да, для майнинг-ферм, если мы фермы строим там на год там или на что-то, да, там, и в этом случае, правда, у нас будет хотя бы какая-никакая, но прибыль, ну, даже не прибыль, а окупаемость этой самой SSD-шки будет, да, будет того стоить, чтобы ее купить. Что касается емкости, да, больше 120 гигабайт нам для фермы не нужно, да, ребята, потому что это никак. И дальше вопрос, который, по-моему, интересует всех, влияет ли SSD на скорость майнера или нет, да, ну, как вы думаете, ребят, скажите, правильно, правильный ответ это нет, вообще никак не влияет. Что на том майнилась, да, и там у нас был показатель тот же самый, что на SSD майнилась, то же самое. Так что на майнинг она вообще никак не влияет, да, влияет просто на скорость загрузки, да, там и на меньше ватов будет потратить ваша ферма. Вот так вот. Так что целесообразно ее брать, да, конечно, если у нас нету старых, например, очень много харддисков или просто харддиски мы берем где-то за 5 баксов, да, там то-то-ля их уже тоже стоит. А так на SSD-шках можно собирать, если по нормальным ценам. Так что, ребята, я думаю, вам понравилось это видео. Если вам оно понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал и, конечно, все вопросы в комментариях. Пишите там ваше мнение, поговорим, обсудим это все. С вами, как всегда, был Леван Беручашвили. До скорых встреч, ребята. Пока. Пока.